так народ всем привет меня зовут михаил я решил начать делать ремонт в квартире своими руками все полностью вот и соответственно решил для вас снять видео сейчас это популярно давайте в первом видео сделаем небольшой обзор квартиры какой-то ужас сейчас уже всю мебель вывезли то что будет оставаться начнем со входа две двери квартира хрущевка двухкомнатная вот этой части если что не было это фанера то есть пристройка там кухня здесь ванная комната а там еще одна комната то есть проходная две двери одна железная вся кривая до ужаса и вторая деревянная не знаю была она изначально или нет верху сделаны вот такие антресоли здесь тоже которая выходит на кухню и вход только с со стороны кухни вот полы здесь вчера сняли линолеум это было что-то чем-то это был такой ужас местами приклеены местами причем так что отодрать невозможно местами просто лежал вот это уже как сказал пристройка ванная комната кривая чтобы вам показать было видно надо будет потом лазер поставить то здесь она все вот так вот волной идет ровности говорить не о чем все будет переделываться полах вот такие вот щели везде по бокам это все было закрыто плинтусом этого было не видно вот он помогает нам делать ремонт эта комната относительно желая то есть я буду в этой квартире и жить и делать ремонт одновременно здесь уже часть инструмента что-то осталось и подобное поменялись окна на пластиковые причем тоже менялись своими руками все было делано сделано кстати стены здесь по поводу стен это основная стена ну то есть несущие здесь только по периметру все внутренние перегородки это не о чем не несущие мне здесь надо было когда сделать отверстие для кабеля для антенны на кухню так вот я же думал что стена как надо в других квартирах поставил перфоратора даже не нажал на запуск у меня просто бур вовнутрь провалился и сразу сделал дырку на кухню вот стены очень кривые если посмотреть вайзер вот стоит наверху мы приходим в ноль здесь вот она закрывается если вот по этой линии смотреть продолжение то приходим в ноль внизу практически в ноль здесь у нас отступ где-то сантиметр от стены вверху мы приходим в ноль то вот именно по стене здесь сантиметра 3 здесь вообще сантиметров где-то 4 5 плюс минус я мерил до 5 сантиметров переход по стене то есть что с этим делать я даже не представляю соответственно с этой стороны и с той стороны точно так же то есть наращивать эту стену ну то есть какая она выйдет на огромное выйдет по толщине скорее всего придется сносить не хочется но надо вот и пополам получается здесь местами засунул рулетку вниз чтобы допереть до бетона 15 сантиметров от 0 . то есть 0 . самая высокая он здесь как раз где лоток стоит и соответственно опустить мы не можем потому что уровень подъезда чтобы не было ступеньки вот соответственно квартира будет либо с небольшим перепадом либо как-то это будет что-то делаться сейчас еще думаю чтобы сэкономить на стяжке в любом случае будет заказано огромное количество керамзита в районе 4 6 6 кубов керамзита надо заказывать полы скрипят просто ужасно то есть что-то чем-то вот а и стены то есть вот это просто кривая тоже не несущая местами трещины идут не только здесь а и чтобы не подумали то что около коробки и вот дальше пошла то есть такое себе внешние стены обшиты вот таким образом то есть внутри это чисто кирпич на ляпки и старый гипсокартон и гипсокартон сейчас попрос показать если будет видно фокус не видно он короче он прямо от стены отходит и перелипает назад то есть он вообще не держится все это тоже будет вывозиться так будет полностью переделываться проводка потому что она здесь ужасная ну и не там где надо вообще в этой комнате одна розетка одна единственная розетка и здесь выключатель на всю комнату розетка за шкафом есть здесь две розетки по бокам все на кухне а это уже сделано было ее раньше не было вот этой тоже не была одна единственная розетка вон там за холодильником все с этими здесь беда так что еще вам показать то есть это уже что-то твердое бетон здесь непонятно что еще и может это аля откос дверной такой надо будет скрывать смотреть вот здесь за стеной за шкафом также что-то какая-то фанера условно говоря здесь фанера здесь твердая тут фанера то есть непонятно как стена сделано это кладовка она здесь маленькая где-то метр двадцать на метр тридцать плюс-минус тут тоже еще хлам остался который весь вывозиться будет вот и с этой стороны стена а с той стороны можно залезть там еще полочки здесь кстати света не было это уже тоже было потом сделано кладовку вообще без света без ничего так проблемы здесь еще с водой то есть во первых тройник который вот там находится канализационный он где-то в полу но здесь скорее всего стяжка будет я не знаю либо демонтироваться либо нет все будет видно когда уберем деревянные полы потому что здесь это ну плита стандартная счетчики сделаны вот таким образом то есть вот там две трубы стояк выходят сюда сюда горячая сюда холодная здесь где-то поворачивают поворачивают и счетчики аж вот здесь и на горячую воду аж вот здесь то есть ну она здесь нафиг не надо надо как-то это внутри делать чтобы это было красиво думал сделать несколько планировок то есть выбирал какую лучше хотел бы переместить ванну из чтобы она не вот так было потому что она так очень короткая чтобы вы понимали сейчас даже померяем все блин сниму чтобы он не сгорел где-нибудь тут лежит стоять стой а не покажу короче она где-то метр пятьдесят то есть вообще маленькая в нее когда ложусь я роста небольшого метр семьдесят у меня ноги упираются сюда и я уже сижу вообще не хочу хочу сделать чтобы она была поперек чтобы решить проблему с углом по канализации по унитазу но придется его чуть приподнять вот так же хотел сделать чтобы выход был вот здесь а здесь чуть-чуть забрать стены и сюда бы стала в аккурат стиральная машина во внутрь но во внутрь типа как ниша для стиральной машины но здесь проблема с полотенцесушителем который вот здесь то есть если здесь должна быть дверь то здесь полотенцесушитель и причем он здесь запитан нет горячей воды от стояка от отопления то есть его переделывать это очень геморройно однако буду пытаться договоря договариваться со слесарями и что-то подобное потому что нужно по ценам давайте вас ориентируем как бы тоже буду рассказывать что было сделано чтобы вы понимали это сейчас у нас идет 22 год начала недавно у нас началась военная операция на украину будем это так называть но она так и называется доллар прыгал 130 сейчас он стоит 80 цены еще не слишком сильно поменялись в магазинах они очень сильно выросли но не очень сильно упали вот так и живу я в московской области буквально три километра от москвы окна у меня знакомые подобрали это они новые окна это бушным окном некоторые даже в пленке местами но они отличные на самом деле окнами очень доволен все хорошие все без каких-либо проблем ну ручки это старые бушные там какие у них были они такие запихали каждое окно неважно большое маленькое обошлось в 7000 рублей плюс доставка давайте так считать 7 14 28 плюс доставка в районе 5000 28 33 плюс два дня работы моих и рабочего еще нанимал считаем только рабочего по 2000 это получается 437 плюс откос в откосы отливы так это получается еще три с половины 40 будем считать здесь пришлось доложить два ряда кирпича здесь кстати я накосячил с углом на отливе оконом то есть он есть если посмотреть короче он есть но мне кажется его мало доложить кирпич раствор вся фигня еще плюс 1041 вот а и плюс монтажная пена он должна пена сейчас нереально дорогая ушло где-то в районе 4 баллонов и использую хорошую пену короче в районе 45000 вышли окна вот демонтаж по квартире то что сейчас видите это было два дня вывозилась все на дачу хорошая мебель и либо на помойку вот два дня рабочего 4000 рублей плюс где-то тысячи три на бензин мы выкатали ну в районе 7000 рублей вышло вот все вывезли то есть оставили на кухне то есть у раковина без раковины никак столик который я в принципе сам смогу вынести холодильник потому что тоже без холодильника сложно меньше у меня к сожалению нет остается этот но его потом заклею вот этот шкаф он уедет его не будет он полу стой просто хочу как бы сохранить материал потому что для мастерской мне еще в гараже мастерская всегда что-нибудь пригодится вот чисто в разобранном виде будет вот ну здесь диван и это было что-то здоровое как комодика небольшого мы просто взяли спилили циркуляркой верхний этаж вынесли они же не оставили там под всякие нужды вот и все по сути еще мне есть вот такой вот блатной стул это сидение вот машины и снизу крестовина обычная от кресла у меня старая развалилась решил такое сделать пойдет вот все в гипсокартоне не держатся кстати гипсокартон здесь на всех стенах которые несущие то есть вот видно кирпич вот сразу гипсокартон здесь то что хорошо закидано раствором здесь был откос откос мы уже сбили чтобы его не было ну соответственно придется еще сбивать вот а так здесь вот относительно плотно здесь уже пустота то есть он идет по всем стенам здесь стена но это стандартная стена но обычно я имею ввиду коробка на ванную комнату еще с окном здесь скорее всего так вот есть оборванная это крашеная стена на которую приклеенные обои кстати вот где-то здесь плитку а вот он отодрал крашеная стена и вот прям местами были ляпки которую была приклеена плитка ну кстати вот здесь раньше квартиранты жили потом я еще какое-то время въехал жил но она не отваливалась это вот эту плитку я оторвал не она оторвется легко то есть я прям рукой вы взять ее оторвать даже подковыривать не надо но тем не менее плитку будем плитку клей клей краску будем счищать чтобы нормальная плитка заново легла вот и все по поводу дальнейшего по ремонту будет видно только тогда когда снимем полы пока полы есть я не могу вообще понимать что да как и также такой вопрос у нас как бы здесь за вывоза мусора очень сильно следят очень сильно то есть вот прям мебель даже выкидывал это было очень проблематично потому что некоторые соседи начали возбухать нервничать и если это сносить куда это вывозить заказывать контейнер контейнеру плюс рабочий чтобы это также самому не таскать контейнер 8000 и рабочие 2000 рублей то есть 10000 ну немало но тем не менее вот как я думал сделать то есть убрать полы попилить стену на квадраты но условно говоря полметра на полметра что такое получилось относительно подъемная снять соответственно все обои прогрунтовать пол уже бетонный немного раствора накидать и сверху приклеить вот эту стену потому что толщина ну 15 сантиметров надо заливать а здесь толщина 7 соответственно без проблем сверху еще 7 сантиметров будет под что-то вот я думаю главное чтобы ничего не отошло если кто-нибудь с этим сталкивался расскажите пожалуйста поделитесь потому что очень важно вот стяжка будет вмешаться обычная либо стяжка покупная либо пескобетон еще под вопросом скорее всего стяжка она все-таки для этого предназначена и с добавлением фибра однозначно чтобы это все покрепче держалась ну а так вроде все для первой серии хватит серии будут выходить не постоянно нерегулярно то есть когда у меня будет время потому что у меня есть основная работа вот и о возможности буду выкладывать всем пока всем удачи